Отметить 78-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне в Самаре планируют масштабно. Только городским департаментом культуры организовано 199 праздничных мероприятий. Ими планируют охватить порядка 30 тысяч человек. Самарцев и гостей города ждет выступление губернского хора «Золотая лира». Коллектив сдаст три концерта. В свой репертуар включили спектакли о Великой Отечественной войне театра. Зрители смогут увидеть повесть о настоящем человеке, «Возвращение», «Красное вино Победы», «Танцплощадка 1945», «Молодая гвардия» и многие другие постановки. В библиотеках пройдут книжные выставки, патриотические часы, литературно-музыкальные программы. Также будет серия мероприятий «Этих дней не смолкнет слава», мастер-классы, уроки мужества, викторины, вечера памяти и иные мероприятия, посвященные гражданско-патриотическому воспитанию. Насыщенную программу в этом году представил и городской департамент образования. В рамках проекта «Разговор о важном» с 3 по 12 мая будут организованы тематические классные часы и музейные уроки, посвященные Дню Победы. На уроках мужества запланированы показ документальных фильмов, беседы, тематические мероприятия, а также экскурсии в школьные музеи. Всероссийской патриотической акции «Диктант Победы» планирует охватить до 12 тысяч человек. Она пройдет 23 апреля. Департамент физической культуры и спорта в рамках подготовки к 9 мая проведет легкоатлетическую эстафету. Она пройдет в два этапа. Также региональные местные спортивные федерации запланировали проведение ряда мероприятий, которые посвящены Дню Победы. Это соревнования городского округа Самара по спортивной борьбе на призывы у офицера России по Самарской области, которые посвящены Дню Победы. Также соревнования городского округа Самара по парусному спорту регата День Победы. На сегодняшний день в Самаре проживают 3907 ветеранов Великой Отечественной войны. Департамент опеки им оказывает всестороннюю поддержку. 5 мая в окружном доме офицеров проведут торжественное мероприятие, на котором ветеранам вручат подарки и благодарственные письма. Для удобства участников Великой Отечественной войны будет организована подача 9 автобусов для доставки водой обратно. 8 и 9 мая ветераны Великой Отечественной войны примут участие в церемонии возложения на площади Славы. Нами будет организована доставка ветеранов из дальних районов и обеспечение цветами. Память о героях и событиях Великой Отечественной войны в Самаре хранят 327 мемориальных объектов. Почти четверть из них открыта за последние два года. В том числе Стелла Самара – город трудовой доблести. В ходе расширенного заседания областного оргкомитета Победа губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поставил задачу в ходе месячника по благоустройству еще раз проверить, чтобы все памятники, мемориальные доски и другие объекты выглядели достойно. И майские праздники Самара встретила торжественно и красиво. 9 мая для нас всегда было священным праздником, самым главным праздником. Мы всегда готовились к этому празднику. Сейчас в рамках месячника по благоустройству наводим порядок, но у нас есть еще и другие обязательства. По содержанию воинских захоронений, уход за мемориальными сооружениями. Много-много задач. Это и проведение мероприятий массовых, не массовых. Это разговор о важном в школе. Это мероприятия в дворцах культуры. Ну, огромное количество мероприятий запланировано. И, конечно, санитарное содержание, мемориальные сооружения, мы тоже приведем все в порядок. Уже разработанный план безопасности на время проведения всех праздничных мероприятий. Следить за порядком на улицах города будут народные дружинники совместно с сотрудниками полиции. Подготовка к 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне охватила все районы областного центра. На площади Куйбышева уже начали монтировать трибуны, в том числе и для маломобильных граждан. Тематические мероприятия, приуроченные к 9 мая, начнутся уже в апреле и продолжатся до середины мая. Виктория Шарая, Ольга Павлова, Николай Епифанов. События.